Друзья, всем привет! В комментариях частенько проскакивают такие недоброжелательные надписи, что мол у тебя работа классная, не бей лежачего, катаешься по Европе, нифига не делаешь, много ездишь по Украине, много видишь мира и тебе за это еще платят деньги. Ребятки, на самом деле вы глубоко ошибаетесь и те, кто такое пишут, наверняка никто никогда не ездил. Те парни, которые ездят за автомобилями, те, которые сталкиваются с автоподбором, наверняка меня поймут. И если вы думаете, что это я один такой проклятый и только у меня у одного такие проблемы нет, друзья, такие проблемы у всех, кто занимается автоподбором и автопригоном, потому как без таких проблем не получится выбрать нормальный автомобиль. И вот крайняя поездка, начало которой вы можете посмотреть вот здесь, она тоже обещала быть ну такой беспроблемной. Вроде бы за несколько дней по нашим планам я должен был прилететь, забрать автомобиль и задолго до Нового года вернуться домой. Обернулась тем, что я вообще не понимал, успею ли я домой на Новый год или не успею. Краткая предыстория и, наверное, правильно сказать, пояснение, почему же мы поехали не через Польшу, а через Румынию. Однажды, да не однажды, а постоянно под Новый год я сталкиваюсь с одними и теми же проблемами. Быстро границу перед Новым годом не пройти, потому что вся западная Украина катается в Польшу на закупки и там такие несметные очередя. Вот даже предыдущий Новый год, вот здесь вот я оставлю ссылочку, можете посмотреть, я там висел 96 часов на таможне. И все парни, с которыми мы поехали, единогласно сказали, да ну нафиг, мы поедем на 300 километров дольше, но мы поедем через Румынию, потому что в Румынии нету очередей. И мы запросто сели и поехали в сторону Румынии, только потому, чтобы не залипнуть на польской таможне. Но залипли мы по другой причине. Венгерско-румынская граница и, в принципе, ну тут нет загруженности, тут более-менее все спокойно. Сейчас посмотрим, как мы быстро пройдем, но я думаю, долго мы не задержимся. Значит, по этому автобусу парни на таможне проверяли здесь и венку от кузова, ну это понятно, на многих проверяют, но проверяли именно на наличие перебития очень тщательно. Снимали уплотнитель, смотрели, не было варено. Точно так же проверяли, подключались сканером для того, чтобы сверить мозги с действительным ВИН-кодом. Брали ключик, открывали двери. В общем, я такого ранее ни на одной таможне не видел. Очень тщательно парни приходят. И проверяли два раза, потому что с первого раза они не смогли подключиться к мозгам. Я уже, может быть, подсказывал, что, господа, включите зажигание и тогда вы увидите ВИН-код. Вот, в общем, все у них получилось. Там даже был момент такой, что полез в будку смотреть, а там колеса лежали. Полез смотреть и говорит, дай фонарик. Ты что, офигел? Фонарик. Ну, конечно, не грубил, но все равно дал ему свой фонарик. Он заглядывал за обшивку, заглядывал в разные моменты, но румынские таможенники меня реально улыбнули. Не, может быть, я допускаю, что они хотели денег, но у меня аж принципы денег мы нигде не даем. В общем, проверяли, наверное, только мою машину. Ну, не, это не моя машина, но автомобиль, на котором я заезжал, будет правильно так сказано. Минут 40 только одного. А так, конечно, проверяли все. По вот этому автомобилю, который L-Road, на румынской границе были следующие проблемы. Очень такая неприятная тема. Вот здесь вот я оставил фишечку, когда просел аккумулятор, мы считывали ошибки. Я в тот момент не скинул их, не прочитал до конца. И все, оно оставалось на потом, на потом, на потом. А с учетом того, что я ехал на другом автомобиле в сторону... В общем, я не был в этой машине. Я ехал на другом сторону таможни. И фишка осталась здесь. И когда таможенники подошли со своим сканером и давай же заглядывай туда, они эту штуку чпок и забрали себе. А я уже выехал на Мерседесе. Я обратно возвращался на таможню для того, чтобы показать, рассказать, что это действительно моя штука. Я показывал свое программное обеспечение, что у меня стоит. И там начали рассказывать за лицензию. Я говорю, окей, лицензия есть, хочешь, давай проверим. Но отдали. Нормально. Ну, как нормально? После неких пояснений. А так, в принципе, все забрали и себе. Жадные чуваки. Хотя непонятно, почему. Это вещь индивидуального пользования. Пока у нас проблема. Одну машину не впускают. Та, которая на немецких дилерских номерах. В Венгрии впустила. Румуны не впускают. Поэтому одна машина остается там. А это реально как серпом по яйцам. Сейчас будем чего-то думать. В чем проблема? Имеем автомобиль. Имеем машину, которую выбрали. Которая классная, замечательная. Но на нее не готовые документы. Нам пообещали, что на следующий день документы пришлют. Но не на следующий день, не на через день и не через два нам документы не прислали. А потом уже получилось Рождество по какому-то там календарю. Потому что кто-то меня поправлял, что европейское Рождество. Нет такого понимания. Есть Рождество по какому-то там календарю. Простите, забыл по какому. Так вот, документов у нас не было. Только потому, что в Европе случилось Рождество. И никто не работал. И ничего более такого привлекательного, чем повесить дилерские номера, выписать на них страховку. Потому что без страховки движения на таких номерах не разрешено. Наш парень пошел к нам на встречу. Он выдал нам эти номера. Потому как по Европе можно на них передвигаться. Но как оказалось, нельзя передвигаться на них в Румынии. В Румынию один из автомобилей у нас не впустили. То ли румыны действительно жаждут каких-то денег. То ли еще что-то. Но мы уперлись ногами в забор. И у нас есть понимание того, что нас не впускают в Румынию. Просто так. То есть границы, на которых всегда мы без проблем проходим, по транзитным номерам, по красным номерам. То есть нигде ничего у нас нет по документам каких-либо нарушений. Но каждая машина застряла как минимум минут на 40 на осмотр. Не перебиты ли номера. А совпадают ли ключи дверные, пихали во все замки, открывали. Делали несколько раз досмотр каждого автомобиля. И по итогу одна из машин все равно осталась на венгерской территории. Хотя венгры запросто говорят. Господа, езжайте в сторону Румынии. Хотя там Венгрия, Румыния. Вот одно окошко, вот второе. Венгры говорят, окей, езжай. А румын говорит, вот такой болт, я вас не впущу. Решение проблемы. Значит, было принято следующее решение. Нужно было поехать найти эвакуатор. Игорь, парень, который с нами был, быстро прыгнул, полетел. По большой своей наивности. Пытаясь найти эвакуатор для того, чтобы завести автомобиль на территорию Румынии. В Румынии, в общем, не нашли мы эвакуатора. Ездили, ездили в один город, в другой, в поселках. Все отмечают. Тогда было принято следующее решение. С нами была лафета. Или же лафетты. Або лавета, як украинскую. Мы сняли один из автомобилей. Заехали на территорию. На заправочке сняли машину. Сгрузили. Сделали круг. Заехали в Венгрию полицейским, которые приехали сразу же мгновенно. Мы объяснили, что у нас там машина. Они к нам окей, пацаны. Машина так машина. А что с этой? Мы эту... Тавтология получается. Ауди А4, которая у нас застряла на венгерской границе, которую не впускали. Мы пообещали полицейским, что нам нужно дотянуть до следующего города. И там есть платная парковка, куда мы ее ставим до окончания праздников. Мы заехали. Протянули. Мы действительно повезли ее в другой город. Ну, сгрузили мы ее не на платной парковке. Сгрузили ее на заправке. Потом я вернулся на Форду. Скинули лафету. Для того, чтобы забрать Тойоту РАВ4, которую мы также потянули с собой. Ну, а дальше тихонечко прицепили номера. Я на автобусе поехал первым. Машина, идущая за мной, стала, пряча свои европейские дилерские номера за мной. И третьим его прикрывал Allroad. Вот таким образом мы проехали всю Румынию. Румыния очень похожа на Литву, если рассматривать в ракурсе автомобильные темы. Почему так? Да очень просто. Очень много разборок всяких тематических. Но в Румынии, что интересно, здесь много автомобилей разбираются. И вот, допустим, если одна разборка, то отдельная разборка лендровера. То есть там здоровенная площадка, где пилят только лендроверы. И, допустим, их даже вот по сериям. Defender в одном стороне стоит. Discovery стоит в другом. Freelander стоит в третьем. То есть вот территория поделена, грубо говоря, на четыре части. И в каждой части аккуратненько стоят автомобили. В другом месте стоят разборка только Toyota. И вот Toyota стоят аккуратненько сложенные в таких ячейках, на палетах, в четыре этажа сложенных. Даже в Эстонии, в которой я видел разборку очень огромную, она не такая, как разборки в Румынии. К слову о румынских заправках. Здесь сервис на заправках вечером, ну, так слегка получше, чем у нас. У нас, что, банально там, не знаю, кола, хот-доги. А здесь еще такой выбор проституток, просто корову. Причем табуняться там 5-6 человек. И на разный вкус. И полненькие есть, и худенькие, и высокие, и низкие. И, к слову, вчера смотрели, лазили парни в интернете. Выяснили, что румынские проститутки самые дешевые в Европе. Понятно, что большая часть уехала и в Германию. Но их здесь столько, и разных я не ожидал. Ну, действительно, очень-очень много. Субтитры сделал DimaTorzok Какой-то один из перевалов в Румынии. Не смог я здесь не остановиться, потому как эта глушащая тишина, этот свежий воздух, эти перевалы, развороты. Это просто божественно. Я не могу передать, но тут очень классно. Я от Румынии такого, ну, я не ожидал. Я в восторге. Вот оно, место, где жил граф Дракула. Ну, якобы, вливают в уши туристов, что это было здесь. Я-то понимаю, что в Трансильвании это никакого отношения не имеет. Ну, в общем, размах очень неплохой. И людей тут тоже довольно большое количество. Вот туристы фотографируются. Красота. Чисто, уютно, комфортно. Но пообедать здесь негде. Мы ехали с единственной целью здесь. Сделать селфак для Фейсбука и покушать. А ресторан тут вот за моей спиной. Вход просто тупо закрыт. Поэтому сейчас куда-нибудь будем двигаться в сторону государственной границы. И там будем где-то искать еду. Пообедали в замке возле Дракулы. Ну, харч так себе, честно говоря, не очень. То есть в придорожных забегаловках, ну, потому что ресторанами это точно не назовешь. Ну, в кафешках, окей. Вкуснее готовят, нежели здесь. Здесь, наверное, из-за того, что большой поток. Ну, мне не понравилось. Итак, предновогодние приключения наши продолжаются. Почему продолжаются? Потому что на румынской границе с Украиной такой номер, как мы сделали с лафетой на румынско-венгерской границе уже не влезет. Потому что туда машину запросто впустят. А обратно она уже не заедет. Потому что одна из машин на транзитных номерах. Прицепить к Форду лафету тоже не вариант. Потому что, ну, есть свои определенные причины. Мы поступили следующим образом. Подъезжая к Украине, черновицкие товарищи, за что им огромное спасибо, позвонили своим друзьям. Друзья завезли лафету на румынскую территорию. Мы прицепили к транзиту лафету. И на этой лафете мы затянули на румынский кордон этот автомобиль. Но эта машина должна была заехать своим ходом в Украину. И поэтому под покровом ночи, тихонечко, как какие-то злодии, прям перед украинской границей, в нейтральной территории, мы быстренько без габаритов разгрузили автомобиль, быстренько прицепили номера и поехали караваном в сторону украинской границы. И, наконец-то, вот бы казалось и все. Но это еще не все. Потому что на Audi A4, на таможне, это независимо от того, что мы заезжали по честным документам. Никто не снижал стоимость этого автомобиля, потому что годом ранее у меня уже был камень преткновения именно на такую комплектацию, когда мы судились. Я тоже заезжал по честным документам. Так вот, почему-то наша таможня считает, что стоимость, которую мы заплатили, а еще раз напомню, что по А4 попросили не оглашать стоимость. Я уважаю мнение людей, мнение своих заказчиков, кто бы что не говорил, что это видео будет неинтересным. Я отписываюсь от канала и всякое такое. Ребята, есть условия договора, которые выполняют. Так вот, стоимость на автомобиль нам поднимают. Объяснение, что это действительно честная, нормальная стоимость, им как бы все равно. То есть мы будем делать перекрестный запрос на немецкую сторону, но это все время и это все долго. Поэтому было принято решение на одном автомобиле ехать в сторону домой, а второй оставлять. Потом, забегая вперед, чтобы много не рассказывать, мы уже практически по 55 статье захотели подать на суд, потому что это крайний беспредел с нашей таможни. И тут таможня вдруг включила заднюю, говорит, ну окей, пацаны, мы пропустим по этой стоимости. Ну практически по этой, то есть они подняли там что-то в районе 300 евро. Судебная тяжба нам все равно стала бы дороже. А так нам обошлось, всего лишь на 100 евро подняли по налогам, на 300 евро подняли стоимость автомобиля. И мы махнули рукой, окей, хорошо мы выезжаем. Но Audi A4 поехала на день позже, нежели поехали мы. Музыка. 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 А помните в предыдущей серии я вам рассказывал про дорогущие колеса, которые мы купили? Так вот, радовались мы недолго. Может пены налить? Да, может кто-то, там вверх, там вверх, там вверх. Да, сюда уже пены не получится налить. Окей, давай лето ставить. Давай лето ставить, что делать? Да нет, понятно, что лето ставить. Проехав все плохие дороги по Хмельницкой области, по Винницкой области, к слову, надо сказать, что сейчас их сделали. И там ям по колено, как раньше нету, более-менее все нормально. Но радовались мы недолго. В Житомирской области на затяжном повороте мы споймали такую яму, что мы развалили два колеса. И на самом деле пофиг, переднее левое, ну или заднее правое, но оно настолько... Что, еще мало? Да... 45-й, это лучше даже 50-й профиль, если он, конечно, влезет, будет бомбини. Так как два колеса 40-х и два 35-х, это полная лажа, доехали, дотянули до заправки, и сейчас мы сделаем все колеса, 4 одинаковые, для того, чтобы нужно было спокойно ехать. 7 часов вечера, только что парень позвонил, парень Володе, который с нашей группы был, который, в общем, на Ауди ехал на другой, только что в том же месте тоже два колеса просто разрубил. И там стоит еще одна машина, тоже парни попали, то есть не одни мы такие. И, ребят, те, кто ездят по Житомирской трассе, направление от Бердычева в сторону Житомира, аккуратнее, там за 20 километров до Житомира есть очень подлая яма, которой ночью не видно, и можно запросто пристроиться на очень, очень не очень хорошую сумму. Ну и, наверное, надо рассказать про Ауди. Так как Ауди было два, я расскажу про один подробно, а про второй частично. Почему так? Потому что многие в комментариях написали, что это был Харьковский перекуп, и все классно. Ребят, все классно, но отчасти. Потому что перекуп как раз был не из Харькова, а из Киева. Тот парень, который брал вот эта уже седьмая машина, это машины все остаются в его семье, и это не перекуп, и именно об этом автомобиле я сегодня расскажу. Так вот, Ауди Роуд он получил даже больше, чем хотел. Почему? Потому что у него было основное требование. Это панорама, это матричный свет, это мертвые зоны, все это он получил. Но, также он получил Дистроник, которого не ожидал, что он там будет. Также он получил проекционное окошко на лобовое стекло, где транслируется скорость, навигация, камера чтения знаков. Кстати, камера тоже для него была приятным бонусом, он этого не ожидал. Он не ожидал того, что мотор будет на 320 лошадиных сил, это 235 киловатт. Это самый мощный в линейке мотор. Также он не ожидал того, что там будет саунд-эффект V-образного двигателя. Ну, я впервые с этим сталкивался. Не, может быть, я и раньше с этим сталкивался, но не обращал внимания. Но я объясняю, что это такое. Нажимая на педаль акселератора, в колонках слышно звук V-образного 8-цилиндрового двигателя. Это несмотря на то, что там V-образный 6-цилиндровый двигатель. Поэтому этот битурбовый мотор, в общем, это самый мощный мотор со всей этой линейки. Подогрев четырех сидений там есть, хотя он ожидал два, это будет точно. Бонусом пошло все четыре. Также бонусом пошла вентиляция сидений. Также по автомобилю получилось три ключа. Пульт от V-bust. V-bust там штатный. Вот также он узнал о том, что там есть выпадающий фаркоп. Кнопочку нажимаешь, он такой жук и выезжает. Есть фаркоп, классная плюшка. Неизвестно, нужна она будет или нет. Также бонусом пошли там боковые стекла триплекс, которого не ожидал вообще никто. А плюшка очень интересная. То есть даже с целью вандализма, если смотреть, то это стекло не получится разбить. То есть если обычное стекло каленое, оно разбивается на мелкие кусочки, оно делится на одинаковые фракции травмобезопасные, то в этом формате оно просто колется как лобовое стекло, но оно не выбивается. То есть проникнуть в салон не получится. И это был плюшка. Также там лобовое стекло термальное, то, которое оно самозатемняется. И этого всего он не ожидал. Также ему еще был восторг в глазах, когда боковая поддержка сидений начала сжимать, что ли. Вот это вот слово. Ну, я залез в настройки и начал его сдавливать. И он был очень приятно удивлен. Хотя это парень, у которого до этого Audi была Q7, которую он покупал в Украине, в салоне новую. И таких впечатлений у него просто не было, как от этого обычного, казалось бы, на первый взгляд, Allroad. Ну, наверное, в Q7 она более жесткая. Она... Не было столько плюшек, даже там проекций не было. Это, к слову, о том, какие машины продаются в Украине. Как-то в одном из видео я затрагивал тему о том, что европейская комплектация и машины для других созданы. Она действительно, судя по комментариям, имеет свое жизненное подтверждение. Потому что очень много людей отписались, которые говорят, да, машину пригоняли, например, с Германии. И машина, купленная в Украине, это разные по отделке вещи. Также отписывались парни, которые работали на конвейере. Рассказывали, что для одних стран, одни запчасти для РС, кто-то там писал в комментарии. Точно так же писали по BMW, что в Калининграде собранная машина, она никогда в жизни не станет на регистрацию в Германии. И это в очередной раз подтверждает, что все-таки качества сборки абсолютно разные. По цене. Значит, по цене получилось, купили мы этот Allroad за 34 800 там с чем-то евро. Ну, грубо говоря, 35 тысяч евро стоил сам автомобиль. Таможенных платежей по этой машине было 8 150 евро. Ну, в общем-то, вот такие вот расходы. А, дополнительные колеса были куплены. Они не шли в подарок. Кстати, о колесах. Два колеса мы в Житомирской области разбили. Удар был такой степени, что я думал, что у меня пломбы с зубов повыпадают. И, естественно, я предполагал, что диски будут круглые, квадратные вместо круглых. Хотя нет, кинули на станочек. Очень ровненько, без единого изъяна. А резину купили не 40-й профиль. То есть, там нужен был 40-й профиль по заводу. Поставили 45-й. Получилось, ну, где-то сантиметров, где-то 11-12 самого мяса, самого высоты резины. И она нигде не затирает. Было понимание того, что, может быть, где-то будет затирать, но нет. Сработало все классно. Что-то там вышло около 7 тысяч за новый баллон Мишелиновский. В общем, парень, харьковчанин, он ожидал не столько от этого автомобиля. Ребят, всех с наступившим Новым Годом. Всех с наступающим Рождеством нашим, Христовым, а не католическим, которое уже было. Всем удачи на дорогах. Всем счастья, здоровья, благополучия, душевного равновесия. Лет до 100 без капитального ремонта в органах. Ну, а с вами был Николай Тарануха и компания 1Автор. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok